Девушки отдыхают Срочно вызвать поддержку Что значит откуда? Из хобби бункера, конечно Готовьте пушки Мы должны продержаться до прихода подмоги Всем привет! Вы смотрите видео с канала Оважного Кота И в сегодняшнем видео я покажу целых две фигурки Относительные новинки на данный момент от хобби бункера Фу, дорого! Лучше бы Вархаммер взял за такие деньги Минуточку Вернемся к фигуркам робо-зверей Которых выпускает хобби бункер И уже неоднократно у меня на канале были подобные миниатюры Мне они очень нравятся И очередное пополнение для моей коллекции сейчас у вас на экранах Хотелось бы обратить внимание на то, что упаковочка у одиночных фигурок Наконец-то появилась Вот такого вида Это пакетик с картонкой сверху На одной из них есть логотип хобби бункера И ссылка на сайт Хобби бункер точка ру На этом сайте можно приобретать миниатюры Причем помимо того, что есть в группе ВКонтакте Киберпланета На этом сайте можно найти еще кое-что другое Поэтому ссылочку вот этого магазина Я оставлю в описании Для тех, кому будет интересно Ну вот это вторая картонка, на которой написано Warhansa.com И это тоже по сути является магазином хобби бункера Но только уже заточенный на зарубежных покупателей Если перейти по ссылочке warhansa.com То можно найти практически весь тот же ассортимент Что и на сайте hobbybunker.ru Но только уже все будет на английском языке И цены будут указаны в долларах Два новых персонажа Это у нас робозверь морской слон А это можно сказать робозверь-слон Вот такая вот слонячая компания Один из них сухопутный, другой из них морской Сейчас посмотрим поближе, что это за миниатюры И начну я с вот этой ярко-голубой фигурки морского слона Который многим может напоминать известный мем Ждуна И это не случайно Потому что голландская художница Маргарет Ван Бреворт Имела в виду, конечно же, морского слона Когда создавала своего известного ждуна Ставшего впоследствии настоящим интернет-мемом А в каталоге хобби-бункера и киберпланеты Он так и называется Морской слон-ждун Цена такой фигурки на момент выхода видео 650 рублей Выполнено оно из софт-пластика Это мягкий гибкий материал И руки у этой фигурки на штырьках В обеих руках имеются отверстия под оружие Я пытаюсь вставить в руки оружие от технологовских новых робо-зверей Как мы видим, вставляется, но не глубоко Необходимо еще расширить данное отверстие Чтобы можно было вставить, как положено, оружие новых технологовских звер-роботов Та же самая история с оружием от хобби-бункеровских некро-роботов Фобосов команды Звезда Которые были у меня в одном из обзоров То же самое Не вставляются до конца Но это на самом деле не страшно Данный персонаж, на мой взгляд, выполнен в стилистике классических робо-зверей Вот для сравнения робо-зверь-петух И как мы можем увидеть Массивные ноги Торс защищен кибернетическим нагрудником На плечах есть наплечники У петуха это, конечно, мало выражено Но зато виден переход Где наплечник кончается, начинается наруч Здесь то же самое По желанию, те, кто красит миниатюры Могут раскрасить открытые участки Как под шерсть Под шкуру этого животного цветом Так и под какие-то металлические элементы Смотря у кого какое предпочтение Кто-то считает, что робо-звери Это антропоморфное животное Которое заключено в такие кибернетические доспехи А для кого-то это всего лишь киборг с головой животного Морской слон это млекопитающее Из семейства тюленей В данном случае конкретно автор Изобразил самца Потому что именно у самцов Имеется вот такой вот Хоботообразный нос Который достигает 30 сантиметров Конкретно в данном случае Мы видим северного морского слона Потому что есть еще южный Они больше похожи на тюленей Северный морской слон поменьше, чем южный И на самом деле это животное достаточно большое Поэтому их собственно и назвали морскими слонами Достигают они в длину 4-5 метров И вес в 1,5-2,5 тонны Если поискать информацию про этого животного То можно узнать, что морские слоны Не пьют воду абсолютно Они получают влагу из жировых запасов И я думаю, на самом деле было бы здорово Если бы скульптор А скульптором данной фигурки является Влад Хобейников Отобразил этот факт именно в робо-звере И сделав его толстым Чтобы показать, что это действительно морской слон Который огромный, толстый И ему не нужна вода Потому что у него есть много жира В целом сложно как-то описать броню данного существа Потому что она, ну, можно сказать, типичная Но в то же время имеет свои особенности Самой отличительной чертой обычного робо-зверя Являются наплечники И какие-то элементы вот Вроде вот этих небольших плавничков на наручах В остальном же массивные ботинки с защитой колена Торс, защищенный броней С сетчатыми элементами Вероятно, это для отвода тепла Или вроде того Хотя не думаю, что авторы задумываются над такими элементами Они просто делают разнообразие И сзади тоже мы видим доспех Кстати, сзади морской слон Мне напоминает космодесантника из Вархаммера Вот так вот, если закрыть В общем-то, очередная фигурка От Хобби Бункера Выполнена она, как всегда, отлично В отливке я не вижу никаких дефектов Есть, конечно, остатки вот литников Вот здесь и на руках Которые необходимо обрезать, сточить А в остальном ни пузырьков, ни проливов Я не вижу Качественная отливка Отличная фигурка Пополняет мою коллекцию Спасибо Владу Хобейникову За то, что он сделал такую фигуру И спасибо Хобби Бункеру За то, что тиражируют подобные миниатюры И вторая фигурка Поставляется данная фигурка в разобранном виде И, на самом деле, еще угловые бивни тоже идут отдельно Мне вот просто так прислали Возможно, эта фигурка участвовала в какой-то фотосети Поэтому у нее сразу уже приклеены бивни Да, здесь требуется небольшая сборка Насчет бивней Скорее всего, их необходимо приклеивать Я попытался их вытащить Но у меня не получилось Прикладывать силу я не собираюсь Еще сломаю фигурку Хотя сломать ее достаточно сложно Потому что она тоже выполнена из софт-пластика Такого гибкого Ну, не очень гибкого Но, во всяком случае, примерно из того же материала Что и ждун И еще отличительной чертой этой фигурки является То, что она очень большая Посмотрите, один только торс Равняется по высоте Примерно стандартным звероботам А голова идет отдельным элементом на штырьке Который можно надеть Сразу хочу отметить, что надевается это ненадежно Очень гуляющий штырек Придется его как-то уплотнить Потому что она практически не держится Руки на штырьках Здесь тоже требуется доработка Как я вижу, руки до конца не вставляются Я вижу, что там внутри есть небольшой кусочек Который мешает вставить руки Сейчас я это все исправлю И соберу фигурку Хотя для начала давайте, наверное, рассмотрим торс И те элементы, которые, скорее всего, будут закрыты головой Очень много мелких деталей Фигурка большая И скульптору здесь было где разойтись, чтобы это все показать Маленькие заклепки Гофрированная защита ног Различные шланги Провода, находящиеся на торсе Мне кажется, что вот этот элемент является фонариком Здесь какой-то, возможно, дисплей Или сигнальный маяк Не обращайте внимания на то, что я сейчас называю Говорю, это мои догадки Здесь какие-то явно бронеплиты Радиаторы для отвода тепла Усиленная защита шеи Еще какая-то фигня О, кстати, вот это, возможно, тоже Либо фонарь, либо система наведения Типа того А вот обилие элементов на спине Лично меня заставляют задуматься о том, что это сделано Не одним куском Вполне возможно, что это было приклеено отдельно Хотя я не вижу никаких подтверждений этому Какие-то гофрированные шланги Еще провода Или тоже какие-нибудь шланги Проводящие охлаждающую жидкость Или топливо, питающие этот энергокостюм Ну и сзади, как у всех нормальных робозверей Есть стоп-сигналы Вот они Когда он останавливается, они загораются красным В данном случае автор отошел от стандартного изображения робозверей И мы видим открытые слоновьи ноги В отличие от того же ждуна или кибер-петуха У которых массивные ботинки Видимо, создатели этого существа подумали Что массивные лапы, заключенные в большие боты Будут затруднять движение Поэтому лучше оставить так И глядя на торс, я могу сказать Что у меня ассоциация со скафандром Нежели с какой-то броней Вот я проработал отверстие в его торсе И вставил руки По длине рук я могу сказать Что они непропорционально длинные Если он их выпрямит Тогда он сможет касаться земли, не нагибаясь И опять-таки Руки изобилуют вот такими элементами Как гофрированная защита Также есть металлические, видимо Или пластиковые пластины А левая рука этого персонажа полностью заменена На огнестрельное оружие Возможно, в принципе, это какой-то энергетический пулемет Мне бы хотелось думать, что вот здесь еще огнемет Очень классно выполнено, мне нравится Вот так вот в целом, с головой Этот персонаж выглядит хорошо Если голову убрать, то особо заметно становится То, насколько руки длиннее, чем положено Слоновья голова выполнена, на мой взгляд, очень хорошо Проработана вот эта сеточка грубой кожи слона Огромные бивни, хобот и очень злой взгляд Вот так можно, конечно, подумать, что это чебурашка Но на самом деле это слон У этого персонажа есть свое имя Его зовут Хатхи Пхут С языка хинди, который является государственным языком Индии Хатхи это слон, хотя на самом деле читается это хати Но я, конечно, не специалист в языках Но, по-моему, правильно будет хати А слово Пхут это демоническое существо из индийской мифологии Из свиты бога Шивы Поэтому можно сказать, что это слон-демон Демон-слон в переводе с хинди на русский язык Относится этот персонаж к космическим бродягам Это такое отдельное ответвление Отдельная история про некоторых персонажей Фигурки которых можно приобрести В хобби-бункере, либо в киберпланете К сожалению, пока еще история этого персонажа не написана Но для меня лично космические бродяги Космо Бро Это организация, которая находится на орбите Киберпланеты По крайней мере, лично я так интерпретирую этих персонажей Для меня они существуют в той же вселенной Но находятся в несколько ином местоположении И участвуют в приключениях Которые не так часто связаны с самой киберпланетой Стоимость такой фигурки на момент выхода видеоролика 900 рублей Так, минуточку Ты еще живой, что ли? Пока нет Лучше бывает Так, вернулись У этой фигурки тоже имеется отверстие под оружие Но в отличие от ждуна Отверстие оказалось чуть больше, чем положено Поэтому оружие от технолога свободно ходит Автором данной фигуры также является Влад Хобейников Эта фигура, насколько я знаю, была изготовлена достаточно давно Но на тиражирование попала она только сейчас Относилась она к так называемому отряду генетиконов Когда-то давным-давно один очень нечестный скульптор Под псевдонимом Токио Также известный как Асмус Аналогично объявлял предзаказы на различные фигурки Тогда он продемонстрировал очень интересного Такого классного носорога Который был вылеплен практически в такой же манере И назывался он генетикон Типа основывалась эта фигурка на артах одного художника Который вы наверняка видели в сети И вот, когда набралось определенное количество желающих Были собраны деньги И этот скульптор исчез Оказалось, что это очень известный в узких кругах кидала Который вот таким образом незаконно получает деньги Я не знаю, удалось ли ему кому-нибудь его прижать Но именно из-за таких, как он В первое время было очень большое недоверие к Альянсу Свободных Когда ребята, показывая свои классные работы Вызвали у некоторых такое ощущение Что будто бы это тот самый Асмус Токио Вернулся и пытается опять всех облапошить Тогда, собственно, и был объявлен конкурс киберпланеты На нового носорога Которого потом планировалось тиражировать посредством Литейной мастерской Хобби Бункер И вот так вот, можно сказать, это все началось История киберпланеты и Хобби Бункера То есть их взаимодействия и выпуска Вот таких классных фигур Для масштаба я уже показывал старого робозверя Кто не в курсе, могу еще поставить фигурку из бронепехоты и старого технолога То есть слон больше всех, выше всех А ждун примерно такого же масштаба, как старые битвы фэнтези и старые робозвери На этом все Вы смотрели видео с канала Важного Кота Подписывайтесь на канал Вступайте в группу ВКонтакте Делитесь видео с друзьями Комментируйте видео Ставьте лайки, если оно вам понравилось С вами был Важный Кот и фигурки Влада Хобейникова от Хобби Бункер Пока Субтитры сделал DimaTorzok